Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о стабилизации цен на социально значимые продукты. Вводятся квоты на экспорт зерновых и субсидий производителям муки. Кроме того, Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключат спецсоглашение с производителями продукции и торговыми сетями. Срочные меры приняты по поручению президента. Впрочем, по мнению экспертов, они носят ситуативный характер и способны лишь ограничить размер спекулятивных наценок торговых сетей. Рост цен – закономерное следствие, проводимой властью экономической политики. По данным Национального рейтингового агентства, программа импортозамещения, принятая в 2014 году, фактически сорвана. Самый большой провал по овощам. Их импорт удалось снизить меньше чем на 30% вместо 70% по плану. Вы можете заместить европейские фрукты африканскими, например, или рыбу из Норвегии, рыбы из Чили, но это все равно не импортозамещение. Мы стали больше ввозить пальмового масла, соевых всяких продуктов, масложировых продуктов, заменители животных жиров. Мы стали ввозить отходы мясопроизводства других стран, из них делать какие-то мясные продукты. По мнению экспертов, одна из основных причин провала программы импортозамещения – тотальная деградация села. Россия критически зависит от Запада в части техники и оборудования, семян и генофонда. И рост евро и доллара автоматически повышает себестоимость продукции. Программа развития села, которая так пропагандировалась с правительством, оказалась провалена абсолютно. И новые программы тоже ничего не дают. Если вы хотите как-то заместить импортное продовольствие отечественному, вы должны прежде всего дать инвестиции в сельское хозяйство. И тогда через несколько лет будет отдача. Сельская инфраструктура разрушена. Закрываются магазины, больницы, школы. Разбиты дороги. Между тем, финансирование программы комплексного развития сельских территорий на 2021 год сокращено до 30 миллиардов рублей. И даже эти мизерные деньги положены только тем регионам, где уже есть работающее производство. Получается, порочный круг. Выход из ситуации в комплексном подходе считают в КПРФ. В ноябре в Минсельхозе по поручению президента прошло онлайн-совещание, где был обобщен практический опыт ведущих народных предприятий России. Совхоза «Звениговский», Усольского свинокомплекса, совхоза имени Ленина в Подмосковье. Именно здесь, благодаря социалистическим принципам хозяйствования, удалось добиться высокой эффективности и обеспечить социальную поддержку коллективов. Но власть не торопится применять эту успешную практику. «Во всём мире идёт спад ВВП, но предприятия народных, например, в Звениговском, что показатели производства увеличились, зарплата увеличилась, увеличились продажи. Также и в Усольском, который находится в Иркутской области. И поэтому именно народные предприятия в данном случае демонстрируют, что их модель более устойчива даже в условиях всемирной пандемии». Субтитры создавал DimaTorzok